Здравствуйте! В эфире программа «Патруль» и я, ее ведущая, Екатерина Пиксайкина. Жесткие ДТП, крупные пожары, интернет-обзор самых обсуждаемых происшествий в социальных сетях. Все это в сегодняшнем выпуске. Поехали! ДТП. Страшная авария в минувшую пятницу произошла недалеко от Сукпака. Лоб в лоб столкнулись две машины марки «Тойота». Погибли два человека. Пострадали пятеро, в том числе и семилетний ребенок. Как рассказали в госавтоинспекции, ДТП произошло по вине водителя одной из машин. Автомобиль «Тойота Карина», двигаясь в сторону Козыла, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двигавшимся в противоположном направлении автомобилем. Две женщины погибли на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Все участники автоаварии, кроме ребенка, семи лет, не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате дорожно-транспортного происшествия все пострадавшие были доставлены в резбольницу города Козыла с различными травмами. У ребенка более-менее состояние удовлетворительное было. Слушай, ребенок госпитализировали в детское хирургическое отделение. Один пациент тоже в средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Двое пациентов с политравмой были прооперированы за травматологией. Сейчас на данный момент один из них у нас в отделении лежит, а второй сейчас до сих пор в реанимации. Но состояние тяжелое, стабильное. И один пациент тоже с отчетанной травмой оперирован. Сейчас в реанимации лежит за хирургическим отделением. Тоже на данный момент состояние тяжелое, стабильное. Еще одно ТТП с погибшим произошло на улице Солчак-Тока в минувшую пятницу. По предварительным данным установлено, что 56-летний водитель автомобиля «ОАЗ», двигаясь в сторону центра города, допустил наезд на 44-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. От тяжести полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия. Узнаем, сколько всего ДТП, в которых пострадали люди, произошло за неделю. Сводка ГИБДД далее. С 8 по 14 октября в республике зарегистрировано 49 дорожных транспортных происшествий, где 4 человека погибли, еще 17 были травмированы. За неделю в ТУВИ инспекторы задержали 83 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 8 автоледи. Убил свою двухлетнюю пачерицу, потому что она мешала ему спать. 19-летнего ранее несудимого жителя Мангун-Тайницкого района признали виновным в совершении преступления. Убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему. 26 июля прошлого года на Чабанской стоянке в местечке Багланай Козельского района молодой человек остался с дочерью-сожительницей, которой на то время было 2,5 года. Сама мама была на пастбище. Из-за того, что девочка, не переставая плакала и мешала спать, мужчина два раза ударил полено по голове ребенка. От полученных травм девочка скончалась на следующий день. С целью сокрытия совершенного преступления мужчина убедил сожительницу и свидетелей, что телесное повреждение ребенок получил в результате падения с крыши. Тем не менее, собранными по уголовному делу доказательствами доводы обвиняемого были опровергнуты. Под тяжестью предъявленных улик мужчина, признав вину и раскаившись, дал следователю признательные показания. Приговору Верховного суда Республики Тыва мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с обыванием наказания в справительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу. Гонки с преследованием. Ночью 13 октября в районе Кызыльского президентского кадетского училища сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ, который нарушал ПДД. На требование остановиться водитель не отреагировал. Поехал в сторону Эрзина. За ним в погоне выехали несколько экипажей ГИБДД. При этом ВАЗ не останавливался и продолжал ехать, превышая скорость. Чтобы скрыться от дорожных полицейских, водитель выехал на курорт ЧДР. Хотел сбежать по бездорожью. Во время погони стало известно, что ВАЗ принадлежит жителю села Целинное. Но доехать до своего дома водитель не успел. Перед въездом в село у машины отвалилось колесо. За неподчинение сотрудникам ДПС водителю грозит лишение права управления транспортным средством на 18 месяцев. Нет водительских прав – не садись за руль. За минувшие выходные сотрудниками госавтоинспекции задержаны 8 водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения. Или ранее были лишены такого права. Один из таких водителей – 31-летний житель Козилла, который без разрешения взял у матери машину. На вопрос, знал ли он об ответственности, мужчина промолчал. За управление водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления машиной, либо лишенными права управления транспортными средствами, предусмотрен административный штраф и арест на срок до 15 суток. В одном из гаражей, расположенных по улице Байхакская, принадлежащем 41-летней Козыльчанке, нашли контрафактную немаркированную алкогольную продукцию. Установлено, что женщина незаконно хранила у себя в гараже 6 640 бутылок. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере о 400 до 800 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет. Однако женщина не остановилась на хранении и сбытии. В ходе проверки полицейскими выявлено еще одно нарушение антиалкогольного законодательства. На около 2000 бутылках водки имелись этикетки производителя, с которыми у указанной женщины не был заключен договор на реализацию производимой им продукции. Ущерб правообладателю товарного знака составил около 342 тысяч рублей. Если вы стали очевидцами какого-либо происшествия, делитесь своими видеозаписями в нашей группе ВКонтакте «Тува» в объективе. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефонной редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания.